Девушки отдыхают Малая часть добычи, которую на протяжении долгой истории снижало себе море, до сих пор уносящее на дно более полутора миллионов тонн судовых грузов в год. В каталоге стихийных бедствий человеческую фантазию больше всего поражают кораблекрушения. Бурное море служит живым напоминанием об уязвимости человека перед лицом стихии. Огромный спалин способен вмиг стереть со своей поверхности все следы человеческого присутствия. Однако следы остаются в сумрачных глубинах. Сколько притч из истории человечества разбросано в обломках по дну морскому. Мачты из снасти, обросшие водорослями. Некоторые корабли как будто еще плывут, заблудившись в кромешной тьме. Разбитое грибное колесо повествует о давней летней прогулке. По этим палубам и мостикам когда-то расхаживали пассажиры и матросы, а теперь их облюбовали под жилье иные существа. Растения, рыбы и животные быстро обживают затонувший корабль и присваивают себе обломки бесчисленных вояжей, затерянные реликвии моря. Подводная Одиссея команды Кусто. Посвящаем тем, кто борется за сохранение жизни на нашей планете. Автор сценария Теодор Штраус Исполнительный продюсер Жак-Ив Кустон На северном побережье Крита, в порт Ираклеон, переживший сотни осад и штурмов, входит мирное гостье Калипсу. Крит, этот ключ к обладанию внутренним морем, много раз переходил из рук в руки воюющих средиземноморских народов. Вот и вокруг этой крепости, когда-то кипела жаркая битва, турки осаждали засевших в ней венецианцев, а самих турок атаковал венецианский флот на кораблях якобы нейтральной Франции. 24 июля 1669 года огромная эскадра обрушила на турок свою огневую мощь. Но исход битвы переломил взрыв французского корабля Тереза, который потерял 350 человек и 70 пушек и нанес такой тяжелый ущерб близлежащим кораблям, что флот был вынужден отступить. По координатам, сообщенным одним из ныряльщиков, отряд Калипсо спускается под воду поглядеть, какие же реликвии оставила им история. Сперва они находят на дне лишь металлическое блюдо, наполовину зарытый в песок. Но вот, перед ними возвышается обросший ракушками холмик. Это уже интереснее. Утраченные святыни моря. Именно здесь аквалангисты обнаружили первые следы битвы, развернувшейся более трех столетий тому назад. Крупную картечь. В отличие от пушечных ядер, предназначенных для поражения мачт и корпусов, эти снаряды были призваны убивать людей. Водолаз сметает пыль щерепа одной из жертв той давней баталии, не иначе французский волонтер, отдавший жизнь за сомнительные цели своего монарха Людовика XIV, что поддерживал дипломатические отношения с венецианцами и с турками. Первые потемневшие от взрыва находки рассматривают на порту Калипсо. Ныряльщики Альбер Фалько и Раймон Коль рассказывают греческому консультанту Лазаросу Колоносу о том, что дно сплошь усеяно не только черепами и костями, но еще и такими реликвиями, как оселок, помеченный цифрами 1668 год. За год до гибели Терезы. За год до войны Крита с арабами. А, да. Ну, с турками. Да, с турками. Надеясь обнаружить еще более ценные предметы, в том числе корпус самой Терезы, исследователи собирают большую всасывающую трубу для спуска на дно и расчистки вековых отложений. Она взрывается в выл и галечник и раскапывает новые кости. Поднятую со дна породу просеивают через подвешенный к борту фильтр. Затем команда дружно роется в обломках в поисках скрытых артефактов. Еще челюсти и другие окаменевшие останки, а вдобавок карманные солнечные часы и золотая монета предыдущего монарха Людовика XIII. Капитану Кусту не терпится самому осмотреть подводную площадку. Работая с трубой, он в конце концов натыкается на обломки затонувшего корабля и находит каркас корпуса. Целый набор шпангоутов, планок, разбитых переборок, которые теперь нипочем не уложить встроенную конструкцию. Вернувшись на палубу, Кусту признается, что и сам немного озадачен этим хаосом. Повсюду расщепленное дерево, даже под обшивкой, которая защищала и укрепляла корпус с внутренней стороны. Одна из находок свидетельствует о взрывной силе, расколовшей Терезу. Это каменный брус, загнанный меж планок борта. Кусту согласен с предположением Фалько. Видимо, они пытались пробить трюм. Работа продолжается. Кусту каждый день совершает вылазки, чаще всего утром, когда вода еще не замутнена илом, поднятым со дна передвижениями водолазов. Мало-помалу исследователи составляют представление о боеспособности судна, скажем, по обломкам пушки на колесах чей откат гасили веревками. Большая лебедка для подъема тяжелых снастей вытягивает все новые свидетельства. Ныряльщики раскопали на дне деревянное колесо пушки и отправляют его на поверхность. Возле ржавого каркаса, когда-то он, видимо, был частью лафета, кусту находит второе колесо и разбитую ось, что поддерживало одной из семидесяти пушек судна. Забавой ради, проведя опыт, он выясняет, что колесо все еще хорошо действует. Теперь труба в руках фалько натыкается на более тяжелый предмет. Он осторожно расчищает обломки и перед ним вырисовывается предмет из металла, скорее всего, из бронзы. С помощью других водолазов, наконец, высвобожден один край находки. Большая пушка Терезы до сих пор стоит в позиции, какой стояла 300 лет назад. Прикрывая камеры от бурных водолей, волн, водолазы возвращаются на Калипсу. Из донного ила извлечены ядра, оставшиеся неиспользованными в сражении. Вместе с Альбером Фалькокуст радуются встрече с Фредериком Дюма, примкнувшим к экспедиции. Судя по всему, заключает Дюма, пушку выбросило за борт от взрыва Терезы. А еще он высказывает предположения, основанные на сообщениях о более ранних находках, что больше пушек они не найдут. Кусто настроен менее пессимистично. Вдруг они все же зарыты на дне. Хотя находки предназначены для музея, Дюма не может удержаться, чтоб не пошутить. Цены теперь на бронзу высокие. Вполне можно себе сделать состояние. Когда мусор в основном расчищен, на дно отправляется водолаз, чтобы подсоединить тросы к пушке. Наконец, по сигналу огромное орудие начинает двигаться. С трудом протянув ее мимо преградившей дорогу перекладины Бимса, трехтонную пушку медленно поднимают на поверхность. Продолжение следует... С той стороны поддержи. Подай на меня, малость. Так, поднимай. Осторожно. Медленно и тщательно, следя, чтобы неуклюжая громадина не шмякнулась о борт Калипсо, ее вытаскивают из моря в мир, который сильно изменился за столько лет. Теперь в этом мире пушки применяются лишь в ограниченных или малых войнах. Сегодня это музейный экспонат, который который также уступает современным вооружениям, как в свое время баллиста и арбалет уступили пушке. Покрытые известняком и окисью меди, тяжелые орудия опускают на специальную платформу на палубе Калипсо. Тихо, тихо. Еще на меня. Осторожно. Хорош. Команда не может скрыть своего ликования. Сам Кусто начинает отскребать и отбивать от ствола окаменелые наросты. Это лишь начало длительной упорной работы. Вся команда часами шлифует пушку галькой и песком отмывает ее, удаляя вековые наслоения. Мало-помалу дело продвигается. Экипаж набросился на пушку с молотками, скребками и даже электрическими щетками. И, наконец, орудие предстает в первозданном виде. Сверкает начищенной бронзой. Проявляются литые вензеля, давшие орудию крещения на пушечном дворе, однако не спавшие его от гибели. Альберт Фалько с чувством законной гордости обходит пушку, которая скоро займет подобающее место в музее Ираклиона. В сумерках команда Калипсо готовится к новому походу. Стремясь подтвердить версию еще одного кораблекрушения, Калипсо вынуждена сама искать укрытие от надвигающегося шторма и находит его в одной из немногих бухт скалистого побережья острова. На южном побережье Франции возле Жиена команда Калипсо беседует с подводниками, которым повезло больше. Группа из Института Средиземноморской археологии частично извлекла корпус римского судна дохристианской эпохи. Его в 1967 году обнаружили на 20-метровой глубине водолазы французского флота. В тусклом свете подводного царства гостям Скалипсо предстает неожиданное видение. Останки раскопанной римской галеры являют собой безупречную симметрию каждого вбитого гвоздя, каждого страховочного троса. Судно длиной почти 35 метров и весом примерно 400 тонн везло смешанный груз. Несколько сот амфор с маслом, вином, орехом и виноградом были защищены от морской качки слоями ветвей. Среди множества других предметов найдены ступка с пестиком, масляные лампы, бронзовые весы, судя по всему из Малой Азии, полдюжины ракушек, и гребень для вычесывания в шеи. Поскольку древесина, долго находившаяся под водой на воздухе, сразу рассыпается, корпус вначале обрабатывают специальным предохраняющим составом, а уж потом будут поднимать. Слегка ошарашенные увиденным водолазы Калипсо возвращаются в настоящее из пределов вечности. Патрис Поме, руководитель институтской исследовательской группы, показывает кусто чертежи римского корабля в поперечном разрезе, объясняет строение киля и мальты, надежно укрепленной в каркасе судна с двойной обшивкой. Затонувший корабль принадлежал к разряду так называемых круглых судов. В античную эпоху между средиземноморскими странами существовало соглашение о том, что грузовые корабли по Бимсу должны равняться одной трети длины, с тем, чтобы облегчить задачу патрульным судам, выявлявшим контрабанду и следы пиратства. Кусто замечает, что многие приемы древнего судостроения находят применение до сих пор. Поме соглашается и добавляет, что мастерство этих корабелов намного превосходит технику послеримской эпохи. По возвращении на Дию у северного побережья Крита водолазы Калипса продолжают поиск затерянных в море сокровищ. На сей раз они решили проверить слухи о крушении венецианского судна, затонувшего в 16-17 веке. При первом же погружении на 30-ти метровой глубине обнаруживается скопление тяжелых железных балок. Они сложены аккуратным штабелем, что крайне озадачивает команду. Никто не может понять их назначение. Неподалеку аквалангиста поджидает не столь загадочная находка. Медные миски, вставленные одна в другую, как будто для раздачи. больше ничего интересного в прочесываемом квадрате не наблюдается. Но команда не теряет надежды и готовится к более тщательному обследованию дна. Файко подозревает, что основные следы кораблекрушения скрыты под песчаным курганом и собирается в разведку на гидростате. на плавучем блюдце установлен мощный аппарат подводного поиска водомет с питанием от калипсо. Безоткатные сопла, направляющие часть струи назад, позволяют гидростату удерживать равновесие. Используя преимущество наклонного дна, Фалько движется под гору. Таким образом взбаламученный песок не заслоняет видимости и можно наблюдать результаты действий водомета. Вскоре в поле зрения попадают разбитые кувшины, медные блюда, небольшие вазы. гидростату на дно отправляется с аквалангом Раймон Коль. Он беспрепятственно общается с Фалько по гидролокационной рации. Прямо под блюдцем какой-то предмет и что? Ничего. Сейчас он его нам достанет. По просьбе Фалько Раймон извлекает из песка маленькую амфору и кладет ее в грузовой отсек. Потом достает еще одно блюдо для транспортировки на поверхность. так Раймон а теперь вон там посмотри справа а вот здесь Коль продолжает поиски а Фалько следует за ним на гидростате. Вскоре на пути вниз по склону водомет вскрывает прямоугольный камень затем такие же каменные блоки почти наверняка обтесанные человеческой рукой. Нет-нет это не Византия да я вижу типичная греческая классика. На борту Калипсо Фредерик Дюма и Лазарес Колонос устанавливают что найденный камень не что иное как мрамор. Колонос отмечает что он не современный а принадлежит античной эпохе и объясняет как такие плиты устанавливали при возведении стен храма. В нем даже выглублен желоб для стока дождевой воды. Это для воды а плита называется Метопа из Дорического храма. Бородя на гидростате морские глубины Фалько обнаруживает остов корпуса похожий на скелет огромной рыбы. Возле него он находит скругленную капитель колонны, которую водолазы вместе с другими находками обвязывают тросами и поднимают на поверхность. Члены экипажа высказывают различные гипотезы о принадлежности каждой находке. Еще одна каменная плита. Иногда на такой постамент устанавливают статую. в храме. Да, в храме. Фалько Пассанару сообщает Раймону Колю, что для подъема на поверхность мраморных плит нужен еще один отряд водолазов. Возвращение водолазов День за днем крановщик пользу ина поднимает на борт новую партию тесаных камней. А море неохотно расстается с плитами и фрагментами капителей. По всей видимости они от одного храма. Но как объяснить их присутствие на относительно современном судне? Быть может они были простым балластом? Или же, как предполагает кто-то из команды какой-нибудь Уильям Рэндольф Хирст 18 века решил поставить греческий храм в качестве садовой беседки на своей загородной вилле? Исследователи сделали еще одно любопытное открытие. Нашли на дне две совершенно одинаковые маленькие бронзовые пушки или кулеврины, видимо отлитые в 16-17 веке французскими оружейниками, а потом пущенные в ход против турок. С помощью группы водолазов их тоже поднимают наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ними, как и с мраморными плитами, связано немало вопросов. Прежде всего, зачем их везли? Как вооружение или как экспонат редкой коллекции? Но прошлое молчит. Как бы там ни было, вид у пушек до сих пор грозный, и тех, кто их обнаружили, не могут сдержать восхищение. Вонаварино, западная Греция, берег по-прежнему охраняет старая крепость, а в залитой солнцем бухте Калипсо вновь находят следы истории. В этих мирных водах спартанцы сдались на милость Афинскому флоту. И здесь же 22 столетия спустя, 21 октября 1827 года, произошла крупная морская битва за независимую Грецию. Освещающие подводный мрак фонари ничем не помогают водолазам, когда те начинают обшаривать залив. Дно покрыто толстым слоем отложений, поэтому команда приходит к выводу, что нужны мощные длинные буры. Один из аквалангистов находит покрытый коростой каркас неопознанного судна. Другое колесо от ворота и крепление для снастей. но видимых останков событий, которые дважды изменили историю человечества нет как нет. С пустыми руками команда возвращается на сушу к наследникам победителей Новоринского сражения греческим крестьянам. Для них, по крайней мере, это еще живая легенда. Здесь пытаясь достичь перемирия между восставшими грехами и их турецкими поработителями, 27 кораблей британского, французского и русского флота противостояли 65 судам турецко-египетской армады. Бой длился три с половиной часа. 60 боевых кораблей атаманской империи были разрушены, союзники не потеряли ни единого. Море, озаренное закатными лучами, не сохранило следов развернувшейся здесь жесточайшей битвы. Разве что после нее история переменилась. Калипсо вновь поднимает якорь. Теперь она движется на запад через Гибралтарский пролив в Атлантику. В пункте ее назначения катастрофа была вызвана не войной, не штормом и не людской неосмотрительностью, а силами скопившимися в недрах земли. Французский остров Мартиника утопает в пышной зелени. С борта вертолета гостям открывается Сен-Пьер, тихий колониальный городок с населением 6000, заросший садами и клумбами, плантациями бананов и сахарного тростника для производства рома. К маленькой пристани изредка причаливают спортивные яхты или рыбацкие катера, что становится в городе настоящим событием. А вот и разваленные бывшей церкви и поднимающийся уступами пустырь на месте городского театра. Эти шрамы остались от одного из самых крупных стихийных бедствий в истории человечества. 8 мая 1902 года раздался взрыв на горе Теле. Огненное облако газов и пепла вмиг поглотило Сен-Пьер, сгубив 30 тысяч его обитателей. Бушующие стихии воздвигло над мертвым городом странный монумент, стрелу из лавы, которая вскоре обрушилась. Кусто сопровождает помощник мэра и директор местного музея господин Шарпантье. Показывает руины театра. Как и развалины церкви, они стали мемориалом трагедии, постигшей местных жителей. Тюремный карцер. Затем внимание кусто обращают на одно единственное уцелевшее сооружение – тюремный карцер. В его толстых стенах находился некий Сипарис Сэмпсон, осужденный за разбой. После извержения вулкана в городе спаслось только двое. Сэмпсон – один из них. В музее кусто находит фотографию счастливчика Сэмпсона, который, залечив ожоги и получив отпущение грехов, выступал в знаменитом шоу Барнума и недурно на этом нажился. Под фотографией висят расплавленные прутья решетки. Она и спасла заключенного. Вместе с Альбером Фалько кусто распатривает другие реликвии катастрофы. Набор бесформенных ножниц, гвозди, слившиеся в единую массу, окаменелые кофейные зерна, трубу из театрального оркестра. На большом настенном снимке, сделанном накануне извержения горы Пеле, вереница судов ожидает разгрузки у причалов некогда оживленного порта. Фалько указывает на затонувшие корабли. С отдельными из них водолазы Калипсо уже познакомились. Итальянская яхта, несколько торговых судов, Габриэль, Диамант, Тереза Ловига. На следующий день в опустевшем порту осталось лишь одно горящее судно Рорайма. Основную часть судовых надстроек смело ураганом, но и после этого Рорайма еще два дня оставалась на плаву. Когда же вспыхнувший на борту пожар достиг бочек с керосином, корабль взорвался и пошел на дно. Опустив рыбу сонар или бортовой сканер, Калипсо прочесывает бухту в поисках Рораймы, которую огненный вихрь расколол надвое и потопил. Ожидая вестей о затонувшем судне, Кусто внимательно следит за стрелкой самописца. И вот на бумаге появляются контуры. Изучая их, Кусто говорит, что это, пожалуй, самое крупное из всех найденных ими затонувших судов. Да, соглашается Фалько, это наверняка Рорайма. Через несколько часов Кусто уже возглавляет отряд погружения в составе Жака Декультера, Коля, Фалько и других. Они движутся к огромному судну, погибшему в тот страшный день 1902 года. Еще одно погружение. Нас восемь человек. Все мы друзья, старые спутники по многим подводным вылазкам и непрошенные гости в стихии, породившие древнейшие формы жизни. Теперь мы исследуем сравнительно недавнее прошлое, погребенное в морских глубинах. Здесь нашли последнее упокоение корабли, чьи вояжи были внезапно прерваны. Они прибыли к неотмеченному в вахтенном журнале пункту назначения и даже не зарегистрировались в порту. на пятидесяти пяти пяти метрах навстречу нам из темноты выплывает нос рараймы. Название неразличимо, поскольку весь корпус покрывает водные растительности и такие животные организмы, как гергуларии, длинные спиралевидные хвосты, больше похожие на растения. проникнув внутрь корпуса мы попадаем в странный мир, ничем не напоминающий обстановку судна. Я прохожу по темному коридору, что тянется к центру судна. Он образован сплющенным палубным настилом и переборками. вновь я снаружи медленно вплываю в тесное пространство машинного отделения. Вокруг меня вышедшие из строя механизмы плоды трудов человеческих. Ржавые машины, цепи, тросы, цилиндры изменились до неузнаваемости. Здесь поселились призраки былых устремлений, не сбывшихся грез, недостигнутых побед. Разбросанные обломки и гниющий корпус, метафоры человеческого пути и бед, подстерегающих на каждом шагу. Должно быть, несчастье почти всегда застигает нас врасплох. С гнетучим чувством я покидаю хаос машинного отделения и опять оказываюсь в джунглях вергуларий, морских червей, губок. спускаюсь вниз, между опорами бывшей палубы, плыву по утопающему в грязи переходу. Там, где прогуливались матросы и пассажиры, теперь снуют вездесущие рыбы. Они настороженно следят за нами, не зная, чего ожидать, добра или худо. Повсюду я вижу следы природной бережливости. В этом хозяйстве ничто не пропадает зря. На обломках катастрофы строится новая жизнь. Среди руин и смерти вырастают сады и цветники. И новые живые существа опутывают забытые творения человека причудливым кружевом, цветными мазками, дышащими нитями. Под глубокими наростами на палубе я ищу признаки человеческого присутствия. мне попадается кость, затем другая. Останки моих ближних кажутся мне более чуждыми, чем загадочные морские существа. хорио. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Держа в руках этот нехитрый предмет, я отчаянно жалею того, кому он принадлежал, еще одного из моих собратьев, застигнутых внезапной тьмой. Мы начинаем подъем, следуем наверх по тросу. Поднимаемся медленно от того, что кровь перенасыщена водородом. Отдыхаем на девяти, шести, трех метрах. На мгновение мне чудится, будто я лечу по воздуху. Сверкающие сардины представляются падающими звездами. Темный корпус калипса дирижаблем, зависшим в небе. Ну вот, наконец, мы на поверхности, где нас ждут друзья. Как хорошо снова увидеть их при свете солнца. На Мартинике я посетил еще один легендарный могильник, прозванный могилой Кариба. Говорят, во времена французского владычества, Карибы выкалывали себе глаза и бросались отсюда вниз, обещая, что огненная гора отомстит за них. Во времена, когда индейцы расселились по Карибскому морю, само название Кариб означало «храбрый». Но одной храбрости мало. Сегодня Карибов на Мартинике не осталось. Свершив легендарный акт насилия, гора Пеле опять уснула. Как прежде, зелень покрывает ее склоны, и город окружает фруктовые сады. Жизнь, хотя и не столь бурная, как раньше, возродилась в Сен-Пьере. Шрамы заросли цветами, на берегу играют дети. Лишь призрачные огни наших фонарей под темным сводом моря высвечивают следы былой катастрофы. А у подножия горы, некогда сгубившей их предков, люди продолжают свое привычное занятие – жизнь. Операторы Колен Муние, Анри Алье, композитор и дирижер Джон Скотт. Производство Ассоциации Кусто, 1980 год. Народский язык. Фильм озвучен по заказу Первого канала. Сен-Пьер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok